Владимир Лисин Возможность принципиального реформирования железной дороги. Я обращаю внимание, не РЖД как компания, это может быть составной частью, а именно реформирование всей системы перевозок, поскольку есть мнение, у нас пока никакого нет, но в обществе существует мнение, что сложившаяся система не самым должным образом обеспечивает перевозку грузов, а все понимают, что это, ну, будем так говорить, кровеносная система нашей экономики. Ты, как владелец самого крупного частного перевозчика по количеству вагонов, значит, наверняка имеешь свое видение того, что в принципе надо делать и в каком направлении надо идти. Ну, мы говорим о железной дороге, подразумеваем РЖД, говорим РЖД, подразумеваем железную дорогу, в конечном итоге почти одно и то, на мой взгляд. Что же касается, в общем-то, железной дороги, давайте посмотрим, таким взглядом чуть со стороны. Железная дорога – это монополия. Для чего нужна монополия? Ну, либо, например, противодействовать противостоянию внешнего рынка, что не для РЖД абсолютно бессмысленно, потому что это внутренняя компания. Либо обеспечить внутреннюю экономику. Можно, конечно, еще придумать, что она должна прибыль давать, но для кого, собственно, прибыль должна быть? Для поддержания и обеспечения, собственно, экономики. Если эта компания или эта структура зарабатывает деньги, то надо понимать, что они, в принципе, влажатся на тариф, на стоимость перевозки грузов. Поэтому, когда сегодня мы видим, что многократно уже последние 10 лет постоянный рост тарифов шел, и понимаем уже сегодня, что эти тарифы запредельные, они для многих отросли и выше, чем, то есть, поставляют, собственно, у таких же конкурентов в Европе, в Канаде, в Америке и так далее. И в Китае, в том числе. Значит, возникает вопрос, что с этим делать. У государства уже нет денег, постоянно туда вбрасывает. А поддерживается, в данном случае, в ситуации, при которой постоянно будет поглощение, постоянно каждый год попытка повысить стоимость тарифа. Я думаю, что у нас уже сегодня наступила такая ситуация, когда часть грузоотправителей, в принципе, не достигает, не только экспорт, но и часть внутренних перевозок. Что, собственно, привлекло, соповлекло сразу переход части грузов на автомобильный транспорт, на речной транспорт, альтернативы стали люди искать. И в том числе, конечно, стал падать погрузопоток и водно-железные галактики. Поэтому напрашивают, что делать. Денег нет, и, собственно, вряд ли, наверное, в ближайшее время какое количество будет. Собственно, надо как-то наводить порядок в этом плане. Ну, не в случае того, что был беспорядок, а в случае того, что то, что существовало до этого, привело к такой ситуации. Конечно, привлечение инвестиций. Инвестиции, конечно, должны быть в большей части и частной, и внешней, в том числе, для того, чтобы в какой-то степени облегчить нагрузку на дорогу. Значит, привлечение инвестиций, в принципе, у нас железная дорога сегодня разбивается на две части. Это в основном локомотивная тяга, часть вагонного парка, который осталась какая-то у РЖД. И, соответственно, сами пути, в том числе, контактные сети к ним. Теперь, если мы говорим сегодня о пассажирских перевозках, болезненная тема, в том числе электрички. Мы знаем, в некоторых регионах есть позитивные, с прибылью работают эти транспорты, а в некоторых местах они требуют дотации. Ну, в общем-то, никто сегодня не может сказать, какова же калькуляция стоимости этих перевозок. Ну, а дальше возникает просто еще, какова же калькуляция стоимости перевозок на каждый километр железной дороги. Конечно, это в общей каше, в общих затратах, в которых мы не видим, что делать надо. Нанести порядок с точки зрения понимания оптимизации невозможно. Ну, наверное, многим известно, что у нас, так называемый, прескорант 10.01, когда часть экономики датирует другую экономику в части перевозок грузов, в том числе на экспорт. И дискриминация, когда часть экспортных грузов больше оплачивает стоимость тарифа, чем внутренние. Поэтому в этом-то во всем перекосе, в этой всей каше, до тех пор, пока мы не разложим ее на простые составляющие, и не дадим возможности приватизировать там, где в принципе это можно делать. Никто не говорит, что это надо делать голопом, но 15 лет прошло, собственно, от 2000 года, мы могли бы кое-что сделать. Ну, кое-что сделали. Вот вы знаете, вы сейчас говорили вначале о том, что компания ПГК была приватизирована. Но в том, что получила 175 миллиардов рублей за эту компанию. Да, добавлю, что за реальные деньги, это не как приватизировали ЮКОС, да, а за реальные деньги сильно большие, чем изначально были стартовая цена. Это правда. Но что произошло? На удивление, стоимость вагонной составляющей, смотрите, упала в три раза практически. 1500-1300 рублей на 400-500-500-600 рублей. Это моментально после приватизации в течение полгода произошло. Были с определенной конкуренцией. Конечно, у нас еще есть в этом области тоже проблемы, потому что очень много компаний мелких владеют. Но, тем не менее, 28 крупных владеют практически всем основным парком. И это вопрос приватизации. Это вопрос в том, что с РЖД сняли эту нагрузку. Теперь возникает просто локомотивный тяги. Я имею в виду, я не про футбольный клуб говорю. Потому что он тоже в старике сидит. А локомотивная тяга та, которая существует для перевозки этого же грузового состава. Как минимум, в этой части можно тоже поработать. Начать с прямых понятных направлений. У нас, кстати, некоторые пользуются, это делают, но не всем почему-то дозволено. С прямых понятных направлений, где есть понятные вещи, где нет серьезных пересечений на магистраль. Но что это значит? Это значит, не надо каждый год закладывать план покупки или бюджета, покупки тепловозной, локомотивной тяги, на которой не хватает. В прошлом году, в этом году мы должны выкупить 700 тепловозов, я не знаю, сколько их купили на самом деле, и так далее. Денег на них хватило или не хватило. Но это вопрос касается того, что в принципе здесь надо на этот путь идти. Сегодня РЖД голова не болит о покупке вагонов. Оно больше болит о том, что надо списать почему-то вагоны. А вот то, что покупать, оно сейчас не пытается делать. И в том числе частники не очень к этому рвут. Хватает, профицит вагонов образовался. Хотя бы за очень долгое время кричали, что его здесь не будет. Его не будет. Теперь касается, собственно, следующей статьи затрат. Инвестиционные проекты. За инвестиционные проекты кто-то должен отвечать. Не может быть такого инвестиционного проекта, при котором строительство того или иного туннеля, перехода к порту, между поставки тех или иных товаров с одного региона в другой, за эти вещи, где вкладываются огромные деньги, в принципе, должны отвечать грузоотправители. Почему? Если должны отвечать грузоотправители, которые конкретный груз заказывают часто, ну это один раз. А если это связано, собственно, так-то, с общим построением, будет ли завтра перевозка или не будет завтра перевозка. Посмотрите, за сколько упали цены на уголь. И завтра, может быть, взгляд ли они попадут в Китай. Эти угли. А для кого мы тогда будем сейчас расширять что-то, либо строить? Это огромные деньги. И кто их даст? Или если государство должно их давать отдельно, на инфраструктуру? Либо если в рамках тарифа, а что в основном очень часто происходит. Вот, собственно, еще одна система превышения этих вещей. Поэтому, конечно, надо разбираться с точки зрения инвестиционных программ. И, наверное, строить все эти вещи не должно РЖД. А сама железная дорога строить эти вещи должна на центре независимой компании. Тогда, в конце концов, можно разобраться со стоимостью километра. Будет ли он стоить 10 миллионов или 1 миллион? Рублей или долларов. Понятно. Многие сейчас высказывают такие мысли, что не пойти ли в области РЖД и железных дорог вообще по тому пути, который был реализован в нефтяной отрасли, начиная с 92-го года, и который сейчас многие предлагают распространить на газовую отрасль. А именно выделить из РЖД отдельно компанию, которая представляет из себя транспортную сеть общего пользования, то есть рельсы, станции, стрелки, переезды, мосты, туннели. А все остальное, то есть то, что по ней ездит, просто принципиально приватизировать между тем набором частных компаний, которые захотят этим бизнесом заниматься. Во-первых, я практически то же самое сказал, потому что фактически железная дорога – это магистрали с контактными сетями, тепловозные, тяга и вагоны. Больше там ничего нет, потому что, кстати, с Катей станции тоже можно приватизировать. Ничего там особенного нет с точки зрения продажи билетов и булочек. Это, в конце концов, не тот вопрос, который должен сильно беспокоиться. Это, пока, можно приватизировать. И не тратить на это деньги. И не строить там ресторан дополнительный, еще что-то, частник разберется быстрее. Так вот, это как раз к этому и идет разговор о том, что можно уже вагоны показывать, можно приватизировать, то же самое можно делать в автоматичной тяжести. И возвращаясь к логистике. Михаил, действительно, в принципе, есть такая система управления логистической. Здесь, конечно, математическая задача. Но я же поэтому и сказал, если вагоны, в принципе, имея номера, они фактически с точки зрения собственника обезличены, это только математика, в принципе, кому за какой вагон заплатить, так сказать, за аренду. Ну, условно говоря, за тариф, который будет оплачен. А гонять их можно в этой ситуации централизованно абсолютно, так же, как работает диспетчерская служба, например, в энергетике. Какая разница, откуда берется в этой ситуации вагон пустой? Тогда меньше будет порожник пробега. Понятно, что в этой схеме есть над чем поработать, но это не какая-то серьезная задача. Ну, то есть, по аналогии, смотрите, я же слушателям поясняю, по аналогии с метро, например. То есть, вагоны в любом случае, по своей, так сказать, логике, по своему расписанию ходят, но просто арендуешь то один, то другой, то третий, и так далее. И некий диспетчерский пункт, или центр, так сказать, их нагружает. Ну, да, пассажирам все равно, кто деньги получит в конечном итоге. Абсолютно. Ну, то есть, таким образом мы говорим о том, что за вагон будет стоимость пробега по километражу и амортизация с точки зрения ремонтов, отцепок или ремонтов, которые там существуют. А все остальное, какая разница, грузоотправитель заплатит, и ему не интересует на самом деле, кому принадлежит вагон. Понятно. В принципе, учитывая, что игроков на этом рынке не так много, ну, можно серьезно взять два десятка посчитать. Конечно, было бы правильно, если бы какая-то идеология, так называемая, или миссия, так сказать, этого реформирования была вброшена для обсуждения. Для того, чтобы можно было собрать максимальное количество мнений, по крайней мере, сделать ошибку. Пока этого нет. То есть, мы ничего не видели, чтобы можно было почитать, сказать «да». Или вот это так, или не так. Ну, по крайней мере, разговаривать пока не о чем. С точки зрения того, что не появилось ничего на орбите для переосмысливости. Скажем так, пока все происходит как обычно. О том, что Владимир говорил, есть еще один момент. Он неслучайно все время говорил о снижении потребных денег для РЖД, для своего функционирования. Это может явиться очень большим стимулом. Вот, например, локомотивная тяга. А с локомотивной тягой есть нюанс. То есть, локомотив, что электровоз, что тепловоз, он, как и вагон, не вечен. Даже при любых ремонтах он обладает определенным сроком жизни. Обращаю ваше внимание, после которого не просто его надо списать, а это очень жестко регулируется. Да, понятно. То есть, это не просто, что он дальше не едет. То есть, требования тех регламентов и так далее. Требования тех регламентов, связанных с безопасностью. Конечно. В целом, они довольно прилично выработали свой ресурс. Очень многие ездят на продленном. Оно бесконечно продлевать нельзя. Это как с самолетами. Ситуация такая же, как была несколько лет назад с вагонами. Но разница в одном. Локомотив стоит несколько миллионов долларов. То есть, возможно, это будет неким стимулом, по поводу которого вынудят пойти на реформу. Редактор субтитров А.Семкин